Приветствую вас! Ответ на вопрос, который вы задаете, можно дать в нескольких формах. Первая форма будет, наверное, простой, то есть достаточно лёгкой. Вторая форма будет, наверное, немножечко посложнее, потому что она учитывает ваши особенности, она учитывает вашу модель поведения и так далее. Значит, смотрите, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод о том, что девушки для вас очень важны. Ну, то есть вы вкладываете очень много значения в то, чтобы, значит, ну, чтобы девушка была с вами. Вы вкладываете очень много значения в свою вторую половинку. Вы вкладываете очень большое значение в поиск девушки. Значит, первое, что стоит здесь отметить, это, с одной стороны, повышенное значение девушки для вас в целом. Это, с одной стороны, и с другой стороны, это не совсем корректное поведение по отношению к именно девушкам. То есть, то есть, ага, вместо того, чтобы знакомиться, значит, с девушками как-нибудь в процессе, значит, какой-либо деятельности своей, да, то есть, ну, элементарная деятельность, то есть, вот, учёба, работа, хобби и так далее, да, вместо того, чтобы делать это. Вы, вместо этого, пытаетесь ознакомиться с девушками, ну, как бы это сказать, просто. То есть, вот, я просто с девушкой познакомлюсь, да, и она просто будет, ну, со мной, например. То есть, я просто с девушкой буду взаимодействовать, и она просто будет со мной. На самом деле, очень сложно познакомиться с девушкой, и сложно завязать с ней беседу, сложно, как бы, ну, быть с ней на высоте, если между вами нет ничего общего. Соответственно, чтобы, чтобы что-то общее было, нужно, чтобы оно успело, как минимум, появиться. То есть, нельзя общаться с девушками только для того, чтобы, например, пригласить их, там, погулять, пригласить её погулять. Нельзя только ради этого общаться с девушками. Любое общение, оно должно начинаться именно с чего-то. Оно не может начинаться с знакомства, с, ну, с целевого знакомства. Понимаете? И, соответственно, здесь мы подходим к первому важному моменту. А именно, вам не нужно целенаправленно знакомиться с девушками. Вам не нужно целенаправленно пытаться с ними вступить в отношения. Вам, скорее, нужно заниматься чем-то, чем-то своим. Вам, скорее, нужно заниматься с собой. Вам, скорее, нужно простраивать, да, именно свои интересы. То есть, вам нужно просто заниматься своим делом. Общаться с людьми, да, вот, не выделять девушек. То есть, как вот вы говорите сейчас, что есть, значит, вы говорите, что есть люди, да, другие, а есть, значит, девушки. То есть, вы даже на таком уровне разделяете девушек и других людей. Это, значит, вредит вам. Потому что, ну, понятно, что если вы девушек выдержаете, то, соответственно, общение с ними не складывается. То есть, я надеюсь, что вот этот момент вы увидели. Момент заключается в том, что вам необходимо просто заниматься своими делами. Просто заниматься, значит, своей деятельностью. И в процессе реализации ваших интересов, в процессе занятия тем, что вам нравится, вы будете сталкиваться с людьми, которые будут видеть вас именно так, как нужно для выстраивания отношений. И тогда для девушек вы не будете выглядеть как-то неправильно, негативно, там, и так далее. Другой вопрос, есть ли у вас интересы, и другой вопрос, на сколько эти интересы насчет и соприкасаются с другими людьми и людьми. То есть, насколько эти интересы могут вообще взаимодействовать, могут помочь, точнее, взаимодействовать с девушками. То есть, если вы говорите, что у меня вот такое вот занятие, где нет женщин, да? То есть, ну, такое вот занятие, где я, там, практически не взаимодействую с женщинами. Вот. Если это так, значит, нужно менять род занятий, чтобы он был более такой, такой, активный. Вот. Более активный именно в контексте девочек. Вот. Чтобы, ну, чтобы они были там. Вот. Вот. А иначе вам будет очень сложно. Вот. То есть, как сложно сейчас вам, ну, будет, значит, так же сложно. Вот. Значит, это, если мы говорим о относительно простом варианте решения проблемы. Теперь, я хотел бы раскрыть немножечко, значит, более глубокий, более глубинный аспект проблемы. Значит, смотрите. Вы говорите, в силу череды неудач, отказов по разным причинам, пропало желание рисковать знакомиться с девушками. То есть, понимаете, у вас каждое знакомство – это риск. То есть, вы, как бы, что-то ставите на кон, когда знакомитесь. А это не совсем естественно. Понимаете? То есть, не совсем естественно ставить на кон, значит, что-то при знакомстве с кем-то. То есть, я не говорю даже здесь о девочках конкретно. Я говорю вообще о людях. То есть, не совсем естественно с точки зрения общения, с точки зрения взаимодействия, да, с людьми. Ставить на кон все, что, ну, то-то для вас важно. То есть, грубо говоря, использовать знакомство, да, для, ну, скажем так, доказательства чего-либо себе, допустим. То есть, это вот не совсем верная позиция. То есть, знакомство – это, это проба. То есть, вы можете познакомиться, вы можете не познакомиться. У вас может получиться познакомиться, а может и не получится познакомиться. Понимаете? И правда заключается в том, что это абсолютно нормально. То есть, абсолютно нормально, что у вас с кем-то познакомиться не получится. То есть, в этом нет ничего такого. Но у вас проблема в том, что вы принимаете это на свой счет. И здесь у меня к вам вопрос. Как именно вы воспринимаете отказ девушек? Ну, то есть, вот, вот, девушка вам отказала, да? Как вы это воспринимаете? Что вы чувствуете, там, при этом? Что вы думаете о себе при этом? И тогда, вот, почему вы называете неудачей то, что у вас не получилось познакомиться с девушкой? И именно, вот, неудачей. Почему? То есть, почему это вы именно так воспринимаете ситуацию, что это неудача для вас? Понимаете? Дальше. Идем. Значит, пропало желание рисковать знакомиться с девушками. А пропало желание рисковать знакомиться с девушками потому, что вы что-то в себе преодолеваете. Понимаете? Вы что-то превозмогаете в себе. Вы, чересчур, может быть, вкладываете вот в то, что делаете. Чересчур много тратите энергии, да? Вы сомневаетесь в себе. То есть, вы, как бы, думаете, вот, она может быть, там, согласиться погулять, а может быть и нет. Понимаете? Я прямо волнуюсь, я переживаю, я не знаю, согласится она или нет. Понимаете? Вот. То есть, вы используете, как бы, девочку для доказательства себе чего-либо. Ну, например, доказательство, что вы успешный мужчина у девушек. Или доказательство, что вы, там, ну, я не знаю, что вы, может быть, ну, можете, можете чего-то. Да, то есть, ну, например, можете быть с девочкой, например. Понимаете? Какая история. И так или иначе, так или иначе, это акцент не на девочку, а на вас. То есть, что именно вы пытаетесь доказать себе через нее, через гипотетическую девочку хотя бы. Вот. Понимаете? Понимаете? Это важный момент, на самом деле. Потому что, от этого момента зависит то, как вы себя, эм, позиционируете вообще. Дальше идем. Совершенно очевидно, что вы, может быть, просто не умеете взаимодействовать с женщинами. То есть, вы, может быть, не чувствуете их, потому что, например, ваша мама не была для вас женщиной. А ваш папа, он, соответственно, не был для вас образцом мужского поведения. То есть, разные могут быть ситуации, но если у вас прям череда неудач, то здесь, как правильно сказал мой коллега, здесь вы определенно что-то делаете не так. Вот что именно вы делаете не так, нужно понять. Естественно, что пока более подробно с вами не обсудить, нет возможности обсудить проблему, то и сказать, что именно вы делаете не так, нельзя. Ну, по крайней мере, если не гадать, да, если не заниматься именно гаданием. Дальше идем. Значит, вот, выпишите, отношений не было никогда. А, и что? Как вы относитесь к этому? К тому, что у вас не было отношений никогда. А, считаете ли вы, например, что они должны быть? Обязательно. Если да, то зачем? Почему? То есть, ну, если вы считаете, что отношения у вас обязательно должны быть, то, наверное, вы можете сказать и для чего. Ого. Ведь совершенно очевидно, что вы в них нуждаетесь. Вот. Вот, да и давайте попробуем здесь подумать, какое, какое значение вы вкладываете в это, в отношения. Какое значение вы вкладываете в отношения, что они для вас, чем они для вас являются. Да? Отношения. Что, по вашему мнению, они вам должны дать? Что, по вашему мнению, они должны вам предоставить? В чем вы нуждаетесь так сильно? Понимаете? В какой момент? Вот. Вот это, это является очень важным. Дальше. Зато были неудачные знакомства, а также неудачные попытки пригласить погулять, после которых я заканчивал общаться с девушкой. Ну, опять, понимаете, как я уже сказал вам, да, как я уже говорил, предложить погулять, ну, то, что вы предлагаете погулять девушке. Это может означать лишь для нее, что вы хотите с ней сблизиться. А может быть, вы слишком торопитесь приглашать погулять. А может быть, у вас недостаточно, значит, общего, ну, между вами недостаточно общего, по ее мнению, чтобы приглашать гулять. Понимаете? Вот. Может быть, девочка не чувствует себя с вами комфортно. То есть, мне нелегко общаться с вами. Тут встает вопрос того, насколько вы, например, легко владеете коммуникационными навыками, то есть, ну, как хорошо вы общаетесь. Можете ли вы, там, например, пощутить, можете ли вы, там, например, разрядить обстановку. Опять же, очень важно увидеть, как вы реагируете на отказ. То есть, ну, вот, девушка вам отказала, например, сказала нет. Но это же не значит, нет, на самом деле, это же может означать и, как бы, завуалированное да, но с тем намеком, чтобы вы пытались ее завоевать. А вы ее завоевываете? Вот какой момент. Понимаете? То есть, эээ, вот эти все аспекты, их нужно обязательно, эээ, как следует продумать. Да, то есть, какая модель вашего мужского поведения? Какой вы мужчина сейчас, на данный момент? Каким мужчиной вы хотите быть? Какая женщина, эээ, какую женщину вы видите рядом с собой? То есть, ну, вот как вы ее видите? Что есть? Не просто, что так, вы берете, да, и знакомитесь, эээ, с эээ, девушкам. Навер, наверное, нет. Эээ, наверное, вы как-то их выбираете. Вот. Соответственно, нужно критерий, критерий выбора определить. Дальше. Ээ, после которых я заканчивал общаться с девушкой. А почему вы заканчивали, заканчивали общаться с девочкой после отказа? Ну, отказала, отказала. Вы понимаете, что, если вы заканчиваете общаться с девочкой, ага, то она думает, она думает, что вы не готовы бороться. Ну, может так думать. Понятно, что, может быть, это и не всегда так. Может быть, это и не всегда так. Но, тем не менее, уж после первого отказа точно не стоит заканчивать общение. Вообще, заканчивать общение не стоит. Особенно, если вы как-то уже повзаимодействовали, да, и для девушки вы, ну, представляете какое-то значение, и являетесь какой-то фигурой. Ну, вообще, какой-то фигурой вы являетесь. Понимаете? Ну, вот. То есть здесь, на мой взгляд, кроется тоже не совсем понятный паттерн поведения. Ну, вот, прекращая общаться. А на каком основании? Что вы думаете в этот момент? Ну, когда прекращаете, когда прекращаете общаться? Что вы думаете в этот момент? О чём вы думаете в этот момент? То есть вы думаете как, что девушка не дала мне того, чего я хотел, и поэтому я с ней прекращаю общаться? Например, то есть девушка не погуляла со мной, а всё, я не буду с ней общаться. Так происходит? Или по каким-то другим причинам вы перестаёте общаться с ней? То есть у этого вопроса тоже нет ответа. Дальше. Вы пишите, и ладно, хоть этим могу похвастаться, ведь всегда было сложно сделать первый шаг. Так, ну, здесь у вас сразу есть несколько важных моментов, на мой взгляд. Момент первый. Вы говорите, по крайней мере, то есть, по крайней мере, это позиция неудачника здесь. То есть, ладно, хоть этим я могу похвастаться. Но ведь вы же себе ставили не такую цель, правильно? Вы же себе ставили цель-то немножко другую, правильно? Вы же ставили себе цель именно познакомиться с девушкой. Значит, и если вы теперь, как бы, получается, довольны тем, что у вас получилось сделать первый шаг, то это означает, что вы, как бы, признались, что у вас поражение. А признание поражение и подобная позиция, это, собственно, невера в силы свои. И я полагаю, что у этого момента того, что вы не верите в свои силы, ну, или можете не верить в свои силы, есть свои основания. То есть, вы не уверены в себе, а ваша неуверенность в себе может проектироваться на женщину, и женщина, чувствуя, что вы не уверены в себе, вам отказывает. Вот. Понимаете, какой момент? То есть, не нужно вот так вот позиционировать себя. То есть, если вы ставили цель какую-то, да, ставили цель познакомиться с девочкой или пригласить её погуляться. И у вас не получилось. Значит, вы по какой-то причине не смогли. Нужно анализировать и искать причину. А также, что важно, нельзя рассчитывать на то, что девочка обязательно согласится на, допустим, прогулку с вами. Ну, хотя бы потому, что она не должна. А у меня сложилось такое впечатление, опять-таки, что вы, эээ, вы, как бы, ожидаете того, что она обязательно согласится на это. Вот. То есть, на мой взгляд, здесь, как бы, тоже есть важная сфера. Вы не были готовы к проигрышу. Вы не были готовы к тому, что у вас не получится. Вопрос из-за чего? Вопрос из-за, эээ, по какой причине вы не рассматривали вариант, что девочка вам отказывает. Вы говорите, что вам всегда было очень сложно сделать первый шаг. А в чём сложность? Сложность в том, что вы, скорее всего, стесняетесь. Стеснение, если это оно, говорит о том, что вы не принимаете себя. То есть, вы стесняетесь себя, считаете себя, может быть, глупым, может быть, ещё каким-то недостойным. Может быть, обесцениваете себя просто, ну, как человека, как мужчину. Просто берёте и обесцениваете себя. Вот. И, естественно, если вы себя обесцениваете, если вы себя обесцениваете, если вы не цените себя сами, то, конечно же, вас не могут ценить другие. И в таком случае я могу понять, почему вы так нуждаетесь в том, чтобы рядом с вами, да, чтобы у вас, точнее, была девочка. Вот. Потому что с ней, с девушкой, вы можете почувствовать себя, наконец-то, необесцененным. С ней, с девушкой, вы можете почувствовать себя, ну, более нужным, может быть, более живым, может быть. А, соответственно, как бы, без неё вы себя не чувствуете. Так. И отсюда, отсюда вытекает ваше желание, ваше стремление к тому, чтобы быть с кем-то. Понимаете? Ну, в таком случае, опять же, получается, что девочка воспринимается вами как средство для достижения своих целей. А это не совсем уважительно хотя бы для неё. И если она, что дальше, девочка, чувствует это, допустим, чувствует, что вы её используете, то вот вам и причина отказа. Вот вам и причина, по которой девочка, ну, не желает быть с вами. И на мой взгляд, на мой взгляд, это более чем, ну, причина, скажем так, уважительна. Потому что, никому не понравится, да, никому, если его используют. Вот. Я не думаю, что вам бы это тоже понравилось. А, заметьте, пожалуйста, один важный момент. У меня нет цели вас обвинять. Именно обвинять в чём-либо. Цели у меня нет. Чтобы вы просто поняли эту деталь. Это важный нюанс. Важный нюанс ситуации. Так. Дальше. Теперь, желание преодолевать эти сложности отсутствует. Правильно. Потому что, вы чувствуете, что овчинка не стоит выделки. Грубо говоря. То есть, вы, грубо говоря, понимаете, что, значит, вы слишком много сил прикладываете для того и на то, чтобы, значит, ну, добиться своего. А в действительности, в действительности, как бы это того не стоит. Вы это чувствуете, вы это понимаете. И, соответственно, вам этого больше делать не хочется. А чего вам хочется, что вам хотелось бы делать именно для самой девушки? И хотелось ли что-либо делать для самой девушки? На мой взгляд, это очень важный момент. Было ли такое, была ли такая ситуация, когда вам хотелось бы что-то делать для девушки? Просто так, причем. Вот, пожалуй, с наличием или отсутствием подобного желания и нужно, в первую очередь, работать. Потому что отношения, если они, ну, скажем так, искренние, если они эмоциональные, если они честные, они строятся именно на этом. А не на том, что вы преодолеваете, грубо говоря, какую-то сложность, там, и так далее. Понимаете? Вот. То есть, сложность, сложность, она, вообще-то говоря, только у вас в воображении сложность. Сложность, вообще-то говоря, только у вас в сознании и только потому, сложность, что для вас это важно. То есть, для вас важно получить что-то, для вас важно хотеть чего-то, и для вас важно стараться это получить. И именно поэтому, именно поэтому вы преодолеваете сложности. То есть, вы сложности преодолеваете еще раз для себя, потому что они, эти самые сложности стоят на пути, на пути к тому, чего вам хочется. Понимаете? Понимаете? Эта сложность не на пути к тому, чтобы сделать девочку, девочку счастливой, например. Эта сложность именно на пути к тому, чтобы вам самому получить то, чего вы хотите. Если рассматривать ситуацию так, то и сложностей, согласитесь, тоже не будет. Не будет сложностей, потому что, ну, а, как бы, какие могут быть сложности, да, если дело касается только вас, например. Какие могут быть сложности, если дело касается только того, чего вы хотите для другого человека. И вам, в общем, в общем-то, все равно, даст ли вам человек что-то взамен там или нет. И совсем по-другому проявляется ситуация, когда вы сами что-то ждете от девочки. Вот. Я полагаю, что это ключевой момент, то, как вы себя, значит, призонируете, то, как вы себя репрезентуете, значит, девочкам. Ну, вот. Дальше идем. Значит, так. Параллельно с этим, меня часто объявит отсутствие девочки в моей жизни, объяснимая озабоченностью. Это, я так понимаю, про озабоченность, вы говорите здесь про сексуальную озабоченность. То есть, вы говорите о сексуальном напряжении. Соответственно, давайте подумаем. Значит, есть сексуальное напряжение, которое вы, соответственно, испытываете потребность снять, да? И хотите это сделать за счет. Девочки, так получается. Это первое. Второе. Почему бесит именно? То есть, ну, сексуальное напряжение, это нормально. Снимать его мастурбацией, это тоже нормально. Почему именно вас это бесит? Как вы воспринимаете это? Опять же, вы, скорее всего, принимаете это на свой счет. И вот то, почему вы это воспринимаете на свой счет, почему вас это бесит? Дальше вопрос. Дальше. Она, в свою очередь, озабоченность, повышает мою раздражительность и на всех окружающих... А, она повышает мою раздражительность и не все окружающие меня люди, это терпят мои выходки. А, они должны терпеть ваши выходки. А, они должны терпеть? Как вы считаете? Следовательно, отсутствие девушки в моей жизни дает от себе значение взаимоотношения к другими людьми. Нет. Это ваше отношение к тому, что у вас нет девушки, ведет к тому, что это дает от себе значение взаимоотношения с другими людьми. Вы понимаете сейчас, что вы на девушку гипотетическую перекладываете ответственность за то, что вы совершаете выходки? А, уже не первый год, а знаю этот факт. И если до лета этого года я пытался решить проблему, а какая проблема? То сейчас я сижу между двумя состояниями. Хочется девочку, но не хочется делать первый шаг. Хочется девочку, но не хочется делать первый шаг. Хочется девочку, как что? Зачем? Что значит хочется девочку? Какую хочется девочку? девочку, просто девочку, как тело, тогда вам, к девочкам легкого поведения, будете снимать напряжение. Если вы хотите эмоциональных отношений, то ни о каких выражениях, типа, хочется девочку, и речи идти не должно. Если вам хочется эмоциональных, искренних отношений, то ни о каких фразах, типа, из-за отсутствия девушки в моей жизни у меня не получает, ну, у меня не ладятся отношения с окружающими, и речи быть не должно. Потому что девушка вам ничего не должна. Понимаете, какая ситуация? Девушка вам ничего не должна, она не должна быть с вами, не должна, не знаю, заниматься с вами сексом, она не должна давать вам то, чего вы хотите. Не должна. И вы как девушку воспринимаете, как что? Как объект какой-то, который должен вам что-то дать? или как полноценного человека со своими желаниями, со своими страхами, со своими представлениями, со своим, не знаю, недоверием, например, ну, к людям, к вам, вот, например, допустим, и так далее. Далее, вы не хотите делать первый шаг, а как вы хотите? Вы хотите, чтобы девушка сама сделала к вам первый шаг? Вот к чего вы хотите? Знаете, Денис, какая история? То есть, понимаете, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. И я бы здесь на самом деле поработал бы с представлениями, я бы здесь поработал на самом деле с установками вашими, я бы здесь поработал с вашим мужским поведением, я бы здесь поработал с детско-родительскими отношениями, я бы здесь поработал с тем, как, какого партнера вы себе хотите и для чего, и как вы вообще, значит, видите отношения между людьми, и готовы ли вы вообще что-то делать для девочки просто так. То есть, какую цель и знакомство вы заводите? Понимаете? Вот. Вот так, я думаю. То есть, конечно, вы можете искать, продолжать, искать девочку, продолжать вести себя так, но вряд ли ситуация изменится. Понимаете, знакомство – это не решение проблемы, пока вы пытаетесь просто найти себе ту, кто будет вас удовлетворять, ваше желание. Это позиция эгоистичная, это позиция немного расчетливая, но даже она, в принципе, имеет место быть по большому счету, но вам необходимо, опять же, быть честным с собой и с девочкой, самое главное, и говорить, и сразу говорить о том, чего вы хотите. То есть, говорить, сразу, сразу говорить, мол, вот, привет, нет, я ищу, там, отношения без обязательств, значит, с учиться для секса. Ты готова? Ну вот. Значит, какое-то количество девушек вам откажет, конечно, какое-то количество девушек вам скажет «нет», а какая-то согласится. Вот. и вы получите дота, вы хотите. Но вопрос в том, то ли это, то ли это, то ли это, чего вы хотите. Вот какой вопрос у меня, понимаете, к вам. Если то, надо менять поведение, быть более честным с собой. Если нет, если все-таки что-то другое, то тогда и поведение тоже нужно менять. Так что, сначала определите, зачем вам девушка. Сначала перестаньте решать проблему. Проблему свою вы можете решить только без участия других людей. Ну, когда до конца живут же, да, мужчины одиночки, холостяки, живут и нормально, но живут одни, как-то справляются. А вы, получается, нет, вы, получается, не хотите справляться. Вот. То есть, сперва определяем, для чего нужна вам девушка, сперва перестаём решать проблему за счёт других людей, и уже потом определяемся с моделью мужского поведения, определяем образ девушки, которая вам подходит лучше всего, исходя из выбранной вами модели мужского поведения, и потом уже думаем, как лучше выстраивать отношения. По поводу чего? Отношения ради отношений не строятся, иначе между вами ничего общего не будет. Понимаете? Вот. В конце концов, вам 22 года, и я полагаю, вы учитесь, либо учитесь, либо работаете, и нужно, чтобы вот по поводу какой-то деятельности, ну, желательно не коммерческой деятельности, вы и старались выстраивать отношения с людьми. Причём не сразу отношения, знаете, такие эмоционально близкие, да, а именно вот такие сперва дружеские. Вот. Что, кстати, вполне можно делать и по знакомству, ну, вот по тем знакомствам, которые вы собственно, собственно, делаете. Вот. То есть важно понимать, если вы делаете первый шаг к человеку, то для чего вы это делаете? Вот. Вот что важно. Что важно. Понимаете? Нет. И какие у вас ожидания, и насколько эти ожидания вообще оправданы? Потому что если нет, а если ожидания не оправданы, то вы, получается, сами себя загоняете в этот постоянный тупик, в это состояние, когда вам не нужно ничего делать. И кто знает, может быть, вы и стремитесь именно к этому состоянию. К состоянию ничего не делать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok